Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и наша недельная глава Торы называется «Лех-Леха». Глава начинает рассказ о первом евреи, нашем праотсе Аврааме, с повеления Иди, и сказал Всевышний Аврааму Иди. Приказ Иди служит названием всей главы. Из общего правила, гласящего, что Тора неизменна, ее установки и повеления актуальны всегда и везде. Следует приказ Иди, это извечное указание каждому из нас. Приказ Иди учит нас, что первое и основное требование, дорогие друзья, предъявляемое нам, это идти, быть все время в движении, совершенствоваться и расти. Когда задумываешься, дорогие друзья, о положении дел в окружающем мире, о короне, о всех сложностях, когда вынужден констатировать, что тьма нарастает, по неволе можешь отчаяться. И возникает вопрос, возможно ли преодолеть эту тьму, например, осветить мир Торой и заповедью. Ответ мы находим в нашей недельной главе, в рассказе о спуске нашего праотца Авраама в Египет. И суть его, этого ответа состоит в том, что лишь внешняя видимая сторона свидетельствует о спуске и о противодействии воли Творца. Но ведь именно Всевышний правит нашим миром и всем происходящим в нем. Внутренний смысл, дорогие друзья, происходящего состоит в том, что посредством нынешнего падения мир придет к высочайшему подъему и духовной чистоте. При этом, что мы этого процесса не замечаем. Задача нынешнего состояния тьмы, дорогие друзья, привести наш мир к свету полного избавления в ближайшее время и еще в наши дни. Аминь. На первый и поверхностный взгляд это спуск, однако по сути своей также и этот спуск является частью духовного подъема и исполнения повеления Творца и Ди. Замесл данного спуска заключается в последующем подъеме на более высокий уровень. Так оно и произошло в действительности. И взошел Авраам из Египта, и был он очень богат стадами и серебром и золотом. Господь сказал Аврааму, остав свою землю, место рождения и дом твоего отца. С чем это можно сравнить? С человеком, например, который путешествовал с места на место, когда увидел дворец в огне. Он задумался, возможно ли, что у дворца нету хозяина. Тот он выглянул, творец, хозяин дворца и сказал, я хозяин дворца. Тогда Авраам спросил, возможно, что у нашего мира нет правителя. Святой, да будет он благословен, выглянул и сказал, я правитель, владыка вселенной. Это загадочный мидраж, который приводит наши раввины, не совсем понятен, что имеется ввиду. И в одной из книг есть утверждение, что Авраама поразила противоречие между вселенной, то есть дворцом, и беспорядком человечества, то есть пламенем. Как в мире, созданном добрым Богом, могло быть столько зла? Если кто-то подвергает себя труду построить дворец, как он может затем оставить его в огне? Если кто-то подвергает себя труду создать вселенную, как может он оставить ее разрушению его собственными творениями? При этом чтение, да, мы можем понять, про чтение можем понять, что Авраамом двигала не философская гармония, а нравственный расклад. Для Авраама вера начиналась с дизонанса. Есть только один способ разрешить этот дизонанс, это протестовать против зла и бороться с ним. В этом и заключается пронзительный смысл этого мидража. Когда он говорил, что владелец дворца, выглянул наружу и сказал, я хозяин дворца. Это как если бы Бог говорил Аврааму, мне нужно, чтобы ты помог мне потушить пламя. Как такое возможно? Бог всем могуч, человеческие существа слишком бессильны. Как Господь мог просить Авраама помочь ему потушить пламя? Ответ заключается в том, что зло существует, потому что Бог дал людям дар свободы. Без свободы мы не стали бы нарушать Божьи законы, но в то же время мы были бы просто роботами, запограбированными делать то, что задумал наш Создатель. Свобода и злоупотребление ею – это тема Адама и Хавы, Каина и Хевеля, поколения во время потопа. Почему Бог не вмешался? Почему не остановил первых людей, вкусивших запретный плод? Или не помешал Каину убить Хевеля? Почему хозяин дворца не потушил пламя? Почему? Потому что дав нам свободу выбора, Он запретил себе вмешиваться в человеческую ситуацию. Если бы Он остановил нас или останавливал нас каждый раз, когда мы собирались поступить неправильно, у нас не было бы свободы выбора. Мы бы никогда не повзрослели, никогда бы не стали учиться на собственных ошибках, никогда не стали бы образом Всевышнего или быть похожими на Всевышнего. Мы существуем как свободные агенты, так сказать, только благодаря цимцуму Бога, его самоограничению. Вот почему в тех условиях, в которых Он создал человечество, Он не может тушить пламя человеческого зла. Если нужна, Ему нужна наша помощь. Вот почему Он выбрал Авраама. Авраам был первым человеком в истории, который выступил против несправедливости мира во имя Бога. Вместо того, чтобы принять ее во имя Бога. Авраам был тем человеком, который сказал, разве судья всей земли не поступит справедливо? Там, где Ноак смирился, Авраам поступил иначе. Авраам – это человек, о котором Бог сказал, я выбрал его, чтобы он вел своих детей и свою хозяйство за собой, чтобы они следовали путями Господа, делая то, что правильно и справедливо. Итак, для Авраама спуск явился частью подъема. Так и спуск времен изгнания, который видится как страшное падение, содержит в себе потенциал величайшего подъема. Поскольку именно через изгнание мы приведем или придем к третьему храму, о котором сказано, величие третьего храма превзойдет первый храм. Одно из десяти испытаний Авраама заключалось в том, чтобы покинуть свой дом. Однако ему не сказали, куда идти. Медраж объясняет, что мотивация путешественника возрастает тем больше, чем ближе он к месту назначения. Часть испытаний Авраама заключается в том, чтобы идти по пути, не имея цели, и при этом не отчаиваться. Таким образом, Авраам также получил свою награду за каждый шаг на этом пути. Но Тора и здесь учит нас важному посланию. Иногда сам путь является целью. Так же, как Аврааму изначально было велено только отправиться в путь. Не сразу стало ясно, куда приведет этот путь. Поэтому даже тот, кто приходит на молитву поздно или молится в одиночестве в Бейткнессиде, все равно имеет заслугу в том, что прошел путь к молитве. То же самое относится и к тому, кто идет на урок, но тут же засыпает от усталости. Он может быть и не учиться, и даже путь к учебе это заслуга. В общем, наша задача в жизни стараться, дорогие друзья. Достигнем ли мы тогда своей цели, зависит только от Всевышнего. Это относится к тому, кто идет на работу для своего друга, к врачу, который пытается вылечить человека, к адвокату, который пытается добиться благоприятного приговора для своего клиента. Или к Чатхину, который пытается свести мужчину и женщину для семьи. Все они должны приложить усилия. Это их задача. Задача в этом мире. Удастся ли нам добиться успеха или нет, все в Божьих руках. Но мы должны стараться. Этого нам всем и желаю. Старайтесь и все у нас получится. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шалом. Ваш Равин. Каплин. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok